Друзья, всем привет! Меня зовут Настя и у меня тотальная Алла Пеция. В сегодняшнем видео я хочу сравнить 4 парика абсолютно разной ценовой категории и вообще рассказать преимущества и недостатки, на мой взгляд, какие я считаю. Я сегодня в обзоре не будет моего любимого парика системы за 100 тысяч рублей, но я расскажу немножечко о другом, который тоже из натуральных волос. Так как у меня порядка, наверное, 50 париков, может быть, даже больше, они все абсолютно разной фирмы. Хранятся они у меня просто в комоде, потому что у меня дома невозможно сделать магазин, поэтому они у меня хранятся в комоде. Часть из них, которые я ношу, я, конечно же, храню на подставке, но большую часть у меня, конечно, там вот так вот сложно, хаотично, поэтому я, конечно же, не соблюдаю все принципы хранения, потому что большинство моих париков куплены именно для моего YouTube-канала. Значит, начнем мы обзор, наверное, с самой моей дурацкой покупки, в общем, я сейчас прям покажу сразу четыре варианта. Четыре парика, которые приоритет на одинаковое количество времени лежат в этом комоде. Все они разные, в целом категории. Я думаю, даже так вот видно, какой из них в каком состоянии, какой в хорошем, какой в не очень. В общем, начнем с парика из канеклона, наверное, меня там поправляют периодически, но я не профессионал. Вот, поэтому, значит, буду называть, как и называю. Вот, значит, покажу вам парик, который я покупала за 36 тысяч рублей. Искусственный парик, который я, я уже про него рассказывала, то, что я его надевала, дай бог, раз 10-тай над силы. То есть это не на целый день было. Ну, так я поносила, может, пару часов, там, я не знаю, час-два, один раз вот я на мероприятие надевала его. То есть, как бы я его использовала нечасто. Мыла я его два раза. Один раз я помыла, потому что я не поняла, потому что что с ним произошло. Вот, мне показалось, что он, ну, спустя, там, несколько носок, там, 3-4, мне показалось, что он превратился в мочалку. Я помыла, потому что подумала, что, может быть, он как-то испачкался. Вот, но, соответственно, это никак не помогло. После этого я пробовала помыть его в кондиционере для детского белья. Вот, соответственно, это тоже никак не справилась в ситуации. В общем, сейчас я объясню. Давайте сначала начнем с плюсов всего, а потом я уже расскажу по поводу минусов. Значит, плюс его. В соотношении с, допустим, теми же самими париками из натуральных волос, эта цена, конечно, стоит дешевле, потому что вот мой парик из натуральных волос, который я ношу, он стоит 100 тысяч рублей, этот стоит 36 тысяч рублей. Но все равно это не дешевая цена. Вот, я его покупала в салоне париков в Москве. Если кому-то нужный подконтакт, я дам, конечно. Вот, но лично меня этот парик разочаровал. Значит, далее. Я вам покажу, как у него выглядит шапочка. Значит, шапочка у него достаточно хорошая. Вот, она мягкая. Здесь есть регулировка. Тут фирма какой-то иностранной. Вот, здесь есть регулировка, то есть его можно затянуть. Мне размер подходит. Значит, единственный момент, точнее, два момента. Значит, первый момент. Вот эта сеточка, она достаточно грубая. И она очень сильно чешет голову. То есть даже в отличие от того парика, который у меня за 100 тысяч рублей, здесь сеточка, ну, прям, она мне раздражает голову. То есть я, когда его снимаю, я вот так вот делаю постоянно. И мне это не очень нравится. Дальше. Здесь нет силиконовых прослоек. Точнее, вот одна, она вот такая маленькая-маленькая. Его нельзя вот так вот прям досконально плотно зафиксировать. Значит, мы как-то уже от плюсов к минусам перешли. В общем, вернусь к плюсам. Еще раз. Значит, плюс. Это имитация роста волос. То есть в целом, я вот сейчас примерю, подрожчешу. То есть он выглядит достаточно натурально. Вот, наверное, на этом плюсы заканчиваются. Это цена, которая относительно недорогая. А, забыла. Значит, парик не требует укладки. То есть, грубо говоря, мы его помыли. Вот он как, вот так вот держит форму. То есть с ним ничего не случится. То есть его можно хранить, опять же, в том же самом вот комоде. Если натуральный волос, он помнется у вас, то искусственный волос, он не помнется. Вот в целом, если показать, он выглядит нормально. Но я его сейчас подрожчешала. Он очень быстро путается. То есть он действительно похож на мочалку. Хотя я ничего такого с ним не делала. Вот даже посмотрим концы. Мне так показать поближе. Вот они прям максимально жесткие, максимально сухие. То есть вот они, как будто я вот их прям вот пережегла. Поделитесь комментариями. У кого-то, может быть, есть парики из конеколона. Я так понимаю, что это немножко отличается от термоволокна. Ну вот я его надеваю. То есть в целом он сидит достаточно хорошо, достаточно плотно. То есть ощущения, что он светит, особо нет. Ну, кстати, вот еще один его плюс, то что он очень легкий. То есть он прям на голове особо не ощущается. То есть даже тут парик, который из натуральных волос, он сидит... Ну, то есть ощущается все равно какая-то там небольшая тяжесть. Вот, этот сидит плотно. Ну, вот даже вот, ну, вот смотрите, вот что это. Это просто вот, ну, реально пересушенные волосы. Даже вот я его сейчас расчесала, он чистый абсолютно. Вот, ну и вблизи пробор выглядит вот так вот. Ну, я, честно говоря, такой парик, не знаю, не стала бы носить. Ну, это мой первый самый парик был. В общем, сзади он выглядит так вот. Ну, еще 36 тысяч рублей. Делайте выводы. Попробуем вот так вот показать. Ну, его можно, наверное, как-то подрезать, что ли. Я не знаю. В общем, по мне выглядит он не айс. Остался он у меня только, наверное, для обзора. Следующий мой парик. Это парик, который, кстати, набрал у меня на ютубе очень большое количество просмотров. Он мне действительно очень нравится. Кто-то там писал, что у него пробор там неестественно выглядит или что-то еще. Ну, друзья, давайте, как бы, трезво оценивать, что его стоимость по сравнению с предыдущим 3000 рублей. То есть он дешевле почти в 10 раз. То есть, как бы, тут даже не то, что там за 15 тысяч рублей и за 30 тысяч рублей. Тут вот 3000 рублей и 36 тысяч рублей. Вот. Ну, как бы, он также лежал у нас рядышком в комоде. Вот я его подращешу, потому что там он был, конечно же, завален другими париками. Значит, давайте сравним, посмотрим здесь пробор. Да, понятное дело, что здесь пробор тоже не супер-вау естественный. Но в целом он не похож на пришивую псину. Просто с этим пробором. Ну и волосом. То есть это, по-моему, термоволокно. А тут каниклон. Это одно и то же, или нет, кто-нибудь мне напишет. Вот. Я думаю, что это разные вещи. По-моему, термоволокно его можно укладывать, а каниклон нет. Ну, я имею в виду на горячие всякие инструменты. Ну, в общем, волос выглядит вот так вот. Шапочка внутри. Да, она хуже, чем у того парика. Хуже тем, что здесь здесь вот дырки, эти волосы могут вываливаться. Но, опять же, его стоимость 3000 рублей. Вот. Здесь есть вот такие крепления на том парике. Их нет. Это если вы надеваете на свои собственные волосы. Ну, тут, наверное, парик, у него нет этих креплений, потому что он, наверное, рассчитан все-таки больше для людей салопец, скорее всего. Дальше. Что в нем хорошего? В нем хорошего то, что есть эта сеточка, которую можно приклеить. Я его сейчас надену на себя. Про плюсы мы с вами уже поговорили. Это сам волос и это его цена. Хотя в том парике я тоже сказала, что цена это его плюс, но в этом парике более плюс. Значит, его минусы. Здесь шапочка колется тоже, как и на том парике. Этот парик, честно скажу, мне великоват. То есть его нужно ушивать. Возможно, я когда-нибудь это сделаю, потому что сам парик мне нравится. Мне нравится он по цвету. Я считаю, что такой парик можно носить. То есть в целом, те люди, кто не знают вас, мне кажется, достаточно сложно понять, что это парик. Ну, если вблизи, выглядит пробор вот так вот. Вот, но в целом, мне кажется, его можно даже как-то вот, я не знаю, какую-то прическу с ними сделать. Попробую сейчас сделать хвостик. Я покажу вот это выглядит. Ну, я, конечно, натворила дело. Вот, ну можно, наверное, какой-то начосик сделать для тех, кто хочет скрыть пробор. Вот так как-нибудь. Вот так и будет целый год. Значит, минусы. Пробор, который, опять же, выглядит не так реалистично, как на париках за 100 тысяч рублей. Шапочка. Мне по размеру она великовата. Но это особо не видно, но ее надо для комфортной носки подушить. И сеточка в ней колется. Такой вот прекрасный, чудесный парик. Следующий парик, это будет самый бюджетный вариант. Как вы уже поняли, одни из моих самых любимых париков. В плане того, что если подобрать хороший вариант с челкой, то у него, я считаю, таких париков цена, но абсолютно оправдывает себя. Этот парик стоит 1700 рублей. Значит, он также лежал у нас в комоде. Куплены они примерно в одно и то же время у меня. Вот, посмотрите, как у него выглядит волос. То есть, тоже достаточно хороший. Опять же, сравниваем с первым за 36 тысяч рублей. Этот еще дешевле, 1700 рублей. Вот. Он, конечно же, волос здесь, на мой взгляд, дешевле. Значит, дальше. Плюсы. С одной стороны, это хорошо, что здесь нет сеточки, он не колет. То есть, вот этот парик прям не колет. С другой стороны, его нельзя приклеить. Вот. И если такой парик без челки, то видно линию роста волос. Поэтому вот такие дешевые парики мне нравятся с челкой. Значит, шапочка у него выглядит, ну, приблизительно так же, как на предыдущем. Только здесь отсутствует сеточка. Поэтому с недавних времен мне рассказали про такой лайфхак. Это вот такая вот полоска. Ее можно использовать как отдельно, так и пришить к парику. Я еще это не сделала. Сделала в ближайшее время. Надеваем ее повыше. Берем сам парик, регулируем его по размеру и надеваем. За счет того, что у этого парика челка, он скрывает линию роста волос. А именно поэтому очень сложно распознать, натуральный парик это или нет. Как вы считаете? Можно выбирать такие варианты покороче, кому некомфортно с длиной. Но я, честно говоря, не вижу смысла иметь один короткий парик. Мне хочется побольше всяких разных. Потому что не начала петься мой плюс. Значит, выглядит он вот так вот. Значит, я его надела на вот эту сюрекуную штучку. Чуть повыше подтяну. Она у меня не пришита. Челочка скрывает у нас все. Зайдем, выглядит вот так. Потрясем головой. Оп, сидит отлично. И шикарно. Значит, минусы у этого парика. Это то, что у него нет сеточки. Соответственно, если нет челки, то пробор будет смотреться не очень естественно. А так в целом достаточно хорошо. Потому что челка скрывает. И то, что у него нет силиконной прослойки. Его невозможно приклеить без такой штуки. Но на спасение нам приходит вот такая силиконовая полоска. Она меня, конечно, чуть-чуть поддавливает. Я, скорее всего, когда буду приклеивать, ее пришивать я ее разрежу. Я ее разрежу и сделаю так, чтобы она просто вот облегала сам парик. И не сидела так плотно, была чуть-чуть посвободнее мне. Обязательно сделаю видео. Вот. Ну и завершим мы наш обзор. Только у меня нет у моего парика темненького, который, я думаю, многие видят. У меня есть другой парик из натуральных волос, который мне отдали. Я его еще никак не приведу в порядок. Вот. Ну, я думаю, то, что для обзора он подойдет. Значит, я думаю, то, что это изделие стоит недешево. Потому что у него такая вот шапочка. Значит, вот эта шапочка, кстати, одна из самых комфортных для меня. Вот эта вот сеточка, она прям очень мягкая, она не чешет мне голову. И вот эта сеточка тоже в ней не чешет голову. Здесь также можно отрегулировать. Его можно приклеить на вот эту сеточку специальным клеем. Я пользуюсь двухсторонним скотчем. Кстати, даже есть седые волосы у этого парика. Значит, что мне в нем не нравится? Мне не нравится в нем стрижка сама и цвет. Я его планирую покрасить. Краску я уже купила, просто у меня никак не дойдут руки. Вот. Ну и стрижка. Я сначала его покрашу, наверное, потом подуму. Может быть, чуть-чуть-чуть покороче я бы его сделала, подровняла. Здесь стрижка, по-моему, Pixie называется, если я правильно не ошибаюсь. Значит, парик сидит супер плотно. Он мне прям подходит по размеру. То есть, это прям мой размер в обливку. Может быть, чуть-чуть маловато мне. Но в целом все выглядит супер. Значит, парик из натуральных волос. Можно красить, что является плюсом. Потому что можно менять цвет, если захочется. Здесь самая вот такая вот натуральная линия роста волос. Три. Можно делать различные проборы. Но так как это чей-то парик, я не знаю, чей он, мне его отдали, подарили. Я не знаю, сколько он эксплуатировался, но выглядит он достаточно достойно. Вот. Я его планирую подложить, покрасить уже как полгода. Вот. И покажу вам, что получится с ним. Значит, минусы. Парика из натуральных волос. Срок эксплуатации. Говорят, что парик из натуральных волос служит меньше. При ежедневной носке где-то год. Два. Это стоимость. Конечно, это самый дорогой вариант. Три. И напомню, что все три варианта лежали в комоде. Вот он, кстати, был причесан. Но сохранность его после лежки в комоде хуже всего. Потому что это натуральные волосы. Все мы знаем, что если лечь спать с мокрой головой, то на утро можно проснуться не поймешь чем. Вот. Так вот, это именно этот вариант. Даже если не с мокрой, а с обычной, свои волосы очень мнутся. Поэтому такой вариант нужно хранить, конечно же, на специальной подставке. Спасибо всем за обзор. Напоминаю то, что мы с вами рассмотрели четыре варианта. Первый. Это парик из каниклона за 36 тысяч рублей. Второй вариант был парик из термоволокна за 3 тысячи рублей. Третий вариант. Самый бюджетный парик из фалбера за 1700 рублей. И четвертый вариант. Это парик, который мне отдали, подарили из натуральных волос. Самый дорогой вариант. Не забывай подписаться на мой канал, поставить лайк. Жду всех у меня в профиле.